Батя вернулся в руках Буханка. Ну не Буханка, а обзор нового графического планшета. Сейчас будет вставка, где я его открываю. Итак, у нас на обзоре графический планшет Intangbo X7. Прежде чем я его раскрою, я бы хотел сказать несколько особенностей этого планшета. Это то, что можно его подсоединять как к Apple MacBook, к обычному ноутбуку. Но самое интересное, его можно подключать к Android, к телефону. И этот графический планшет вы можете выиграть. А условия конкурса я расскажу в самом конце этого ролика. Досмотрите, пожалуйста, его до конца. Так, вот я его открываю, и нас встречает какая-то надпись на родном языке. Очень интересная. Убираем. Ну что ж, достанем его. Давайте посмотрим с этой стороны. Вот эту пленочку я не снимаю. Ее снимет тот пользователь, которому достанется этот планшет. Тут у нас есть переключатель с этой стороны. Он переключается на телефон, iPad, Chromebook и Customize. Также у нас есть вот такое колесико, которое крутится. К нему можно привязать масштаб кисточки или масштаб всего экрана. И кастомизированные кнопочки, очень приятные на ощупь. Они прорезиненные. И этот тоже такой прорезиненный. Тут тоже защитные такие пленочки на ножках. Он будет крепко держаться у вас на столе и не скользить. Дальше у нас вот такая инструкция на китайском и также на английском языке. Что тут у нас написано? Ну давайте вкратце. Что мы можем с помощью коннектор кейбл подключить к макбуку, как я уже говорил ранее, к обычному ноутбуку на Windows. И мы можем работать в рекомендуемых программах MediBank, IbisPaintX и Sketches. В конце этого ролика мы подключим этот планшет к обычному Android телефону и попробуем порисовать на нем. Мне кажется, это идеальный вариант. Малобюджетный для тех, у кого есть Android телефон. И этот планшет взять с собой и где-то рисовать. Вот такой набор стикер-паков. Я бы наклеил их себе с удовольствием на свой макбук. Но они остаются вам. Вот как это выглядит на моем макбуке. Тут история всех тех мест, где я когда-либо был. Перчатка, чтобы не натирать мозоли на ваших трудовых руках. Давайте ее померяем. Очень приятная на ощупь. Вот тут есть специальная такая нашивка. Или что это печать? Так, я прощаю. Очень удобно. Вот так вот скользит. Скользит. Еще и снимите эту пленочку. Будет вообще шикарно. Теперь рассмотрим еще сам Pencil. Как производитель заявляет, что у него 8000 уровней нажатия. Для сравнения, Apple Pencil в iPad поддерживает 2000 уровней нажатия. Тут 8000. Давайте рассмотрим, что у нас тут есть. В инструкции нам говорили, что можно вот эту штучку снять. Не снимается. А, она откручивается. Откручивается. И там есть вот такая пустота. И мы можем эту пустоту насыпать, например, в стиральный порошок или кофе три в одном. И потом уже в офисе или где-нибудь высыпать и сделать себе кофе-йок. То есть, использовать эту нишу есть где. Тут такой красивый наконечник зеленый хромированный. И также хочу еще обратить внимание на хромированное кольцо, с помощью которого вы сможете снимать и менять наконечники. Вот так вот я зажимаю и вытаскиваю. И потом также новый вставляю. Чик. Все есть. И потом это колечко цепляю на место. Очень удобно. Тут у нас есть две клавиши. Сама ручка не нуждается в подзарядке. Также к этой ручке идет вот такой шикарный чехол. Кожаный. Тут тоже надпись ParBlock. И давайте я туда положу, как оно будет смотреться. Опа. Шикарно. И вот так вот оно у вас будет лежать на столе. Тут еще какой-то кармашек с этой стороны. Не знаю для чего. Так. Это пока отложим. Смотрим дальше. У нас есть также инструкция. На английском, китайском, японском, корейском и русском языке. Quick Start Guide. Что-то выпало. Выпал гарантийный талон. И также есть инструкция на русском языке. Но забыли перевести одно слово. Тем не менее. И так все понятно. Тут рассказывается о том, как подключить к ноутбуку и как подключить к андроиду. Тоже пока отложим. Вот такой носовичок. Тоже с фирменной наклейкой по Арбло. Для чего это? Чтобы вытирать по солба, когда вы будете рисовать очень усиленно заказ или на вас нападет вдохновение. Или вытирать слезы радости, когда нарисуете свой очередной шедевр. Шнур. Честно, я не ожидал такого качества от этого планшета. Потому что последний планшет у меня был другой фирмы. Я не буду называть по некоторым причинам. Может быть, сами знаете из предыдущих видео. Но качество того, казалось бы, известного бренда и с этим просто не сравнится. Тут настолько все продумано до мелочей. И вот даже застежка на шнурке. Вообще, сам шнурок в оплетке. Это USB шнур. Тут такая резиновая штука удерживать. Плюс набор еще таких дополнительно стержней. Если они у вас стираются. Они знаменитые, когда не стирались. Самое интересное, на что еще хочу обратить ваше внимание, это вот этот вот переходник, который разрешает вам использовать графический планшет вместе с Android устройством. И сейчас мы это проверим. Никогда не угадаешь, какой стороной вставлять USB. Все у нас подготовлено для эксперимента. Переходник OTG с одной стороны у него USB, а с другой стороны USB-C. Подключим к нашему Android USB-C и к планшету. Очень нравится реализация вот этого чехла. Как будто бы кинжал достаешь. В инструкции указано, что мы должны использовать скетчбук. Я уже предварительно скачал это приложение. Оно у нас запустилось. Я не буду рассматривать интерфейс этой программы. Это, наверное, уже отдельный какой-то ролик. Но тут есть техническое перо. В принципе, очень похоже на Procreate. Можно попробовать какую-нибудь кисточку возьмем. Мне очень нравится, как оно отслеживает мои нажатия и поворот. Даже смазывается. Кстати, неплохая программа. Задержки нет абсолютно никакой. Давайте я попробую поменять цвет. То есть, то, как я рисую, оно абсолютно так же повторяет в реальном времени. Смотрите, какие мазки получаются. Вообще круто. Тут есть слои, но опять-таки, это уже интерфейс этой программы. Мне кажется, идеальный вариант для каких-то путешествий, поездок, чтобы взять с собой, порисовать и так далее. В описании к этому видео вы найдете программы, которые доступны на Android, чтобы реализовать весь свой творческий потенциал. Вообще никакой задержки. То есть, а ну-ка. Моментально все. Моментально отрабатывает. И нажатие этот. Никаких лагов нет. Все отлично работает. Мне очень нравится. Так, ну, кнопки, наверное, будут работать. То есть, я вот на них нажимаю. Тут загорается индикатор. Но, наверное, они работают только на Windows. К сожалению, ноутбука Windows у меня нет. Поэтому рассмотрим данный экземпляр как такой дорожный вариант, я бы сказал. А теперь я расскажу, как получить этот планшет. Более подробные условия будут написаны под этим видео. Единственное, что я хочу добавить. Я учел свой предыдущий опыт розыгрыша планшета. Тот момент, что очень много людей будут пытаться просто получить этот планшет, ну, чтобы было, или нарезать на нем хлебушек, огурцы и так далее. Я бы все-таки со своей стороны хотел, чтобы этот планшет получил тот человек, кому он реально нужен. Но в то же время я не хотел бы прикладывать, то есть, выбирать сам из большого количества. Поэтому мы поступим так. Я отберу с помощью рандомайзера троих людей, то есть, рандомайзер выберет троих людей. А из них я зайду в профиль и посмотрю, есть ли там хоть намеки на художество. Какие это будут параметры? Ну, во-первых, я проверю ваши... на то, как вы выполнили условия розыгрыша, чтобы вы отметили производителей этого планшета и меня. И чтобы у вас были какие-то картинки в профиле, чтобы было видно, что вы будете использовать данный планшет именно для рисования, а не для нарезки рыбы. Поэтому это не последний, это не последний розыгрыш планшета. Будут еще другие модели, если вам вдруг не повезет в этот раз. Но участвуйте, и я искренне желаю вам удачи. И до скорых встреч, я уверен, теперь мы будем видеться чаще. Напишите в комментариях, какие бы вы еще хотели видеть ролики от меня. Пока!